Приветствую вас и полагаю, что самым правильным и верным решением для вас сейчас будет то, что вы девушку отпустите, дадите ей возможность побыть без вас, побыть одной, подумать о том, чего она хочет, что ей нужно и так далее. И, собственно, отпустите ее, если вы ее отпустите, если вы дадите ей приличку, если вы дадите ей возможность как следует все осмыслить, если вы позволите ей понять, что же, собственно, ей надо, а сами при этом также попробуйте побыть наедине с тобой как раз, тоже поразмыслите над тем, что вам нужно самому и так далее, и так далее. Если вы в таком ключе поразмышляете как следует, то я полагаю, что ситуация в конце концов нормализуется, потому что очень похоже на то, что девушка вас просто-напросто проверяет, как говорится, на вшивости, то есть просто смотрит, как вы будете реагировать, если она вот так поступит, то есть она пытается, возможно, проверить то, насколько вы, ну, насколько вы устойчивы, насколько вы серьезны, и насколько вы к ней прилипли, потому что некоторые девушки, например, вот не любят, когда мужчины к ним прилипают, некоторые девушки не любят, когда мужчины проявляют чрезмерную, ну, чрезмерную зависимость, например, от них, это вызывает у девушек определенную, знаете, такую неприязнь, и иногда, как они сами говорят, это принижает их интерес к ним. То есть самым грамотным решением для вас будет именно такое, отпустить ее и позволить ей немножечко побыть без вас, и самому побыть без нее и подумать о том, что вам самому сейчас, например, более актуально, что вам самому сейчас более важно, что вам самому сейчас более ценно и так далее и так далее. Я полагаю, что вот этот момент вот куда более важен, куда более актуален, чем то, что вы, значит, говорите по поводу нее самой. Далее, если мы говорим о том, если у вас шансы быть с ней, то здесь я вам хочу сказать следующее, что шансы ваши на то, чтобы быть с ней, к сожалению, не велики. Почему? Потому что в два месяца девочка взяла себя определенным образом, она устанавливала определенные границы, не хотела вступать с вами в сексуальные отношения, вот. И, собственно, это все заставляет сделать вывод, что изначально она не была нацелена на какие-то серьезные отношения с вами. То есть она хотела просто провести время, она хотела с вами просто побыть, вот. Но вы ей были симпатичны, но очевидно, что вы ей не так дороги, как, например, ей необходимо для того, чтобы выстраивать с вами отношения серьезные. Далее, значит, девочка еще вчера говорила, любит, да и сегодня говорила то же самое, но тут же добавила, что не знает, хочет ли быть со мной. Не считаете ли вы данную позицию, при которой человек как бы говорит о том, что вроде бы я хочу быть с тобой, вроде бы я люблю тебя, да, но в то же время с тобой быть не хочу. Не уверен, что хочу быть с собой, не уверен, что хочу быть с собой, вы сами как считаете такую позицию адекватной или нет? Если любишь, значит, хочешь быть с собой, а если не уверен, что хочешь быть с кем-то, значит, скорее всего, этого человека не любишь. Если только нет неких особых обстоятельств, которые, например, не позволяют быть вместе с тем, кого любишь, без вреда ему. То есть, сама по себе такая позиция довольно странная. Когда спросил, расстанется ли мы, зачем вы это спрашивали, с какой целью, непонятно. Ответилось, что нет, что мы всегда будем друзьями, если не будет отношений. Ответилось, что люблю и люблю ее, что друзьями не будем уже, и то, возможно, это наша последняя встреча. Ну вот, если честно, зачем вам это нужно? Зачем вам нужно было спрашивать у него подобные вещи? Для чего это нужно было вам? С какой целью вы спрашивали в подобном? Вот, не очень понятно. И когда вы говорили, что дружба невозможно, что дружить не будем, точно это довольно категоричное обсуждение, которое связано, ну, только с вами. То есть, вы считаете, что дружить не будем, это вам невозможно с ней дружить. А она, может быть, хочет с вами дружить. То есть, вы не принимаете от нее того, что она может вам дать. Когда вы говорите о том, что это последняя ваша встреча, вы, как бы, ее, получается, манипулируете ею, что тоже не есть хорошо. То есть, как бы, манипуляции девушка вообще не любит. А в этом встреча обнималась, словала, с тобой болтала, как я ей дорог, что подним друзьям, если не выйдет, что ей нужно подумать, хочется ли отношений. А с чего вообще у вас такая позиция началась? С чего вообще у вас такой диалог начался? Были какие-то проблемы? Были какие-то трудности у вас? Если дружба, то какие именно трудности? Капец, как погано, как ее все-таки завоевать. Ну, для начала не показывать зависимость свою. Для начала показать, что вы готовы быть с ней при любом раскладе. Ну и стараться проводить с ней время, стараться быть рядом, стараться помогать ей, поддерживать ее, показывать, что вы просто хотите делать ее счастливой, например, и все. Это, в принципе, единственное, что мы уже сделали для того, чтобы завоевать, потому что, полагаю, все остальное вы уже делали, с учетом того, что полтора месяца вы вместе. Далее, значит, показал небольшую независимость. Не знаю, косяк ли, но все. А, небольшую, но зависимость вы показали. А зависимость как проявляется, по вашему мнению? С чем связана зависимость, с какими потребностями? Эти потребности нужно выявить и научиться удовлетворять самостоятельно, потому что в противном случае зависимость, она никуда не денется от вас. Далее, все встречи, что мы были, никуда не выходили, ей ничего не нужно было, она говорила просто обнять и все. Я же говорил, что надо куда-то выходить, и как только будем вместе, будем выходить. Еще бы была ревность к ее нынешнему. Непонятно. Ревность к ее нынешнему. Может быть, к бывшему тогда. А если у нее уже есть кто-то, то вы, получается, хотите ее у кого-то увезти. Но это безнадежное дело, потому что даже если она и уйдет от вас, то все равно в вас она будет видеть то, что у нее получало от него. То есть вас будет воспринимать как средство. Что касается того, что куда-то выходить, то выходить нужно вне зависимости от того, вы вместе или нет, потому что в это как раз упирается любовь. То есть если вы хотите что-то делать для человека, то вы делаете вне зависимости от того, в каких вы отношениях. А если вы делаете это только при определенных условиях, то я полагаю, что это условно не позволяет говорить о том, что вы ее любите. Что вы нуждаетесь в ней, да? Что у вас есть потребность ее завоевать, да? А вот что вы искренне к ней нет. Ну и вот эта вот ревность к нынешнему, это вообще то, что нужно отдельно проговаривать, потому что если, как я уже сказал, у нее действительно уже есть парень, и вы пытаетесь ее у него ввести, то получается вы должны будете разрушить пару. И если она уйдет от вас, точнее уйдет от него к вам, то через какое-то время в воле-неволе-неволе вы будете думать, а не уйдет ли она от вас так же кому-то. Вот вы сами подумайте, нужна ли вам девушка такая, которая может уйти от другого, не расставаясь с ним, к другому, стабличку вам. Нужна ли вам девушка с такими моделями поведения? На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...